МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие наши защитники Отечества, те, кто отстаивает нашу страну на передовой, и все, кто неустанно работает в тылу, приближая нашу общую победу. С большим удовольствием поздравляем наших дорогих любимых защитников, прежде всего им здоровья, выдержки. Мы всегда о них помним, мы всегда помогаем, как можем. Очень верим в нашу победу. Ребята, мы с вами, сердцем и душой мы с вами. Спасибо вам. Дорогие войны, весь город-герой Севастополь, бухта казачьи, и мы – третий В-класс! Поздравляем вас с Днём Защитника Отечества! Ура! Мы часто говорим о материнской любви, но упускаем роль отца в воспитании. Папа – образец для ребёнка, защита и опора. Изначально мужская энергия, мужское влияние, оно о гордости и оно о силе. Этот праздник самый важный для отчизны, для страны, для защитников отважных. Кем гордиться мы должны. Сегодня, 23 февраля, отмечается День Защитника Отечества. Это один из дней воинской славы нашей страны. А во времена Советского Союза было принято считать, что именно 23 февраля в 1918 году отряды Красной Гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками Кайзеровской Германии. Эти события и стали Днём Рождения Красной Армии. Ну, а со временем, конечно же, поздравлять стали не только военных, но и абсолютно всех мужчин. Потому как все мужчины – защитники Отечества. И самое время перейти к поздравлениям. Дорогие наши защитники Отечества, те, кто отстаивает нашу страну на передовой, и все, кто неустанно работает в тылу, приближая нашу общую победу. В этот значимый день я от лица всей севастопольской телерадиокомпании хочу выразить вам глубокую благодарность и уважение за ваше мужество, самоотверженность, вклад и верность долгу. Ваши поступки – пример героизма, любви к Родине и воли к победе. Пусть ваша решимость и смелость будут вознаграждены, а ваши усилия приблизят нас к мирной жизни. Сейчас хочется дать слово севастопольцам, которые тоже поздравят вас с праздником. С большим удовольствием поздравляем наших дорогих, любимых защитников. Вы наша гордость, ребята. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Мы с сыном желаем вам всего самого лучшего и ждем вас домой с победой поскорее. Ребята, конечно, это настоящие герои, которые не пощадили себя, пошли добровольно. Очень же многие пошли добровольно. Не знаю, у меня масса восхищения. Чтобы они вернулись домой поскорее, вернулись живыми, потому что мы их очень ждем, очень верим в нашу победу. Ребята, мы с вами. Сердцем и душой мы с вами. Спасибо вам. Прежде всего им здоровья, выдержки. Мы всегда о них помним. Мы всегда помогаем, как можем. Мы всегда ими гордимся. И желаем им всего самого наилучшего. Хотелось бы пожелать стойкости, мужества, чтобы с ними всегда пребывала сила. И они знали, ради чего они защищают нас, своих близких, родных, свою родину, свое отечество. Здоровья крепкого и оптимизма. С удовольствием хочу пожелать защитникам нашим и мужчинам, во-первых, крепкого здоровья, во-вторых, внутреннего спокойствия, удачи и счастья в личной жизни, в семье, чтобы все были здоровы и мужчины чувствовали себя довольными и любимыми. Что можно пожелать? Только самого, как говорится, лучшего, чтобы они не теряли присутствие духа и что мы с ними. Дорогие наши мужчины, мы от всей души поздравляем вас за все то, что вы для нас делаете. Спасибо вам большое. Здоровья вам и всего самого-самого. Счастья, чтобы вас дома ждали и надеялись на ваше скорое возвращение. В эти праздничные дни можно отправиться в дом офицеров Черноморского флота. Но какие там будут мероприятия? Сейчас узнаем. У нас в гостях Владимир Пискайкин, капитан первого ранга, заслуженный работник культуры города Севастополя и начальник дома офицеров Черноморского флота. С добрым, добрейшим утром. С праздником вас. Как сказал бы Станиславский, если гитара есть в экране, значит песни быть. Она выстрелит, это правда. Чуточку позднее. И все-таки что нас ожидает в доме офицеров? Конечно, праздник такой, как День защитника Отечества, для дома офицеров имеет колоссальное значение. И мы, конечно, всегда думаем и готовимся к этому событию. Но вот в этом году, непосредственно 23 февраля, у нас состоится праздничный концерт, который называется «Фестиваль боевых искусств». Мы увидим на сцене ребят, которые занимаются единоборствами. Увидим их фирменные номера. Очень много спонсоров, которые решили выставить свои команды. Это будет в 11 часов 23 февраля. Непосредственно. Но праздник же у нас не только 23 февраля. 24 февраля мы не забываем, что 24 февраля вторая годовщина начала специальной военной операции и день рождения Федора Федоровича Ушакова. Точно. Это особое наше все. Наш святой праведный воин, который командующий Черноморским флотом. И, конечно, мы будем возлагать цветы к памятнику, к бюсту Ушакова в этот день 24 числа. Конечно, будем во Владимирском соборе участвовать в молебне обязательно. И всем напомним, кто придет в Дом офицеров положить цветы, мы расскажем о святом праведном воине Федору Федоровичу Ушакове, чтобы понимали, что и 24 февраля, скорее всего, было выбрано не случайно. И я помню, как в 2022 году мы были на площади Ушакова прямо у бюста. Мы спланировали день рождения, но получилось так, что день рождения и начало специальной военной операции. Это было очень особое событие, особая ответственность. Получилось, что мы первыми были там и Севастопольское морское собрание, и Севастопольский союз нахимовцев-суворовцев и кадет, и музей обороны и освобождения Севастополя наш знаменитый, и российское военно-историческое общество, русское географическое общество. Мы все сплотились и были в этот день там. В этом году, я думаю, тоже будет то же самое. 25-го, в воскресенье, у нас концерт знаменитого севастопольского автора-исполнителя Сергея Бурштейна, который представит новый свой музыкальный альбом, написанный за ленточкой. Песни, которые прозвучали на фронте для наших ребят, и для штормов, как он любит говорить, и непосредственно 23-го числа он даже будет у нас выступать перед ранеными. То есть такое событие. Ну и дальше мы начинаем готовиться, и 25-го тоже состоится после обеда в 15 часов большой праздничный концерт. Готовимся уже к русской весне. Вы знаете, мне недавно, меня пытались поздравить с крымской весной. Пытались? Им удалось? Не удалось. Им не удалось. На Донбассе, говорят, обижаются. Объясню. Потому что это не крымская весна, это русская весна, которая началась в Севастополе, прошла по всему Крыму, пришла в Донецк, в Луганск, в Херсон, в Харьков, в Запорожье. Сто процентов она придет и в Полтаву, и в Чернигов, и в Киев, и в русский город Львов. Тоже она придет. Это русская весна. И надо правильно, надо, чтобы нам не заморочили голову, это русская весна. Так ее и надо определять. Владимир Владимирович, очень интересно узнать, вот в 2014 году вы же служили во Владивостоке, и все события, которые происходили, смотрели по телевизору, издалека, вот что переживали в тот момент? Слушайте, не только мы переживали эти события, вы бы видели, какие митинги проходили в Владивостоке в поддержку Севастополя. Люди, просто им нужен был, просто им надо было сказать, где. Они все шли, все поддерживали Севастополь, все поддерживали Крым. Я помню, как у меня же супруга Севастополька, я говорю, Лена, спи. Она говорит, как я могу спать? Да надо быстрее, надо быстрее проводить эти выборы. Что это? Первоначальная дата была не в марте, а где-то там в апреле она. И она говорит, не надо ждать, мы столько лет севастопольцы и крымчане ждали этого, нельзя, давайте быстрее. Я вам скажу больше, я в то время уже был начальником Дома офицеров Тихоокеанского флота на улице Светландской во Владивостоке. Мы тогда специально со всего Приморского края собрали коллективы украинские народные и давали концерты в Доме офицеров в поддержку Севастополя и Крыма. Показывали, что мы с вами, мы с крымчанами и с севастопольцами, мы не разделяем, не делим друг друга на национальности. Мы все русские, потому что, ну, я вообще не понимаю, ну, в Российской империи же так и было, там были великороссы, малороссы, белорусы и иноверцы. Другого записи не было никакой. Придумал Запад специально для того, чтобы нас разъединить, чтобы мы поубивали друг друга. Думаю, ничего у них не получится. Поэтому спасибо вам за вопрос. Владивосток как никто переживал. Просто там люди выходили вместе с правительством, вместе с мэром города, командование флотом. И как раз возле вот этого памятного мемориала «Слава Тихоокеанского флота», где подводная лодка С-56 стоит и стоит красный вымпел, там вот этот большой комплекс. Все собирались там и просто мы же не знали, как это будет. Мы думали, а как поехать в Севастополь жить? Там же вот Украина, а мы же русские, ну, граждане России, что делать? Были всякие мысли, а потом все решилось в одночасье. Все решилось в одночасье. А еще потом мне, я, уже эти же события развивались дальше. И потом уже пятнадцатый год, и звонят мне, звонят из главного управления кадров Министерства обороны, говорят, Владимир Владимирович, мы видели, как вы служите и как вы работаете. Предлагаем вам должность начальника Севастопольского президентского кадетского училища. И говорю, Лена, нас зовут Севастополь. Поедем? Да, домой, едем домой. Радость. Неподдельная радость. Я, конечно, скучаю по Владивостоку, но город Севастополь, мой родной город, близкий, прямо единокровный. В своем родном городе, в Доме офицеров, вы воспитываете новое поколение. Вы буквально нежно-нежно так лепите из них новых защитников. Есть ли разница в восприятии сейчас, как молодое поколение воспринимает вот эти два слова? Защитник, отечество. Расскажите, отличаются они от... Прямо меня удовлетворяет, как сейчас молодое поколение воспринимает слово защитник отечества. Понимаете? Вот мы, я, поколение, у которого было счастливое детство. И мое детство, ну, закончилось... В 1982 году я пришел служить на флот, и оно продолжалось. Вот это счастье, когда я родился в 1961 году, Гагарин полетел в космос. Мы такая держава. И все это меня сопровождало. И октябрятская звездочка, и я пионер, и комсомолец, и в 1980 году уже член Коммунистической партии Советского Союза. И это счастье длилось, 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 длилось. И закончилось, когда 10 ноября, я помню, сообщили о смерти Брежнева. И моя мама плакала. Я говорю, мам, ну хватит плакать, ты что? А она понимала. Мы... Для нас детство закончилось, а она понимала. И нынешние ребята не так счастливы, как мы. И наша задача сделать их опять такими же счастливыми, без войны, со счастливым детством. А сейчас у них погибают и получают ранения папы, дяди, дедушки. И они с этим чувством, с горем иногда, все равно больше понимают о жизни, чем мы тогда. И это дает надежду. Надежду на то, они откликаются на любой призыв. 21 января мы начали в Доме офицеров, провели торжественную церемонию начала нового юноармейского дела. Мы формируем электронную галерею героев специальной военной операции. И собрались 4 юноармейских отряда, Дома офицеров, отряд имени Аркадия Петровича Гайдара, Нахимовского военно-морского училища, Кадетского корпуса следственного комитета имени Истомина. И Алмаз-Антей, гранит их отряд, и начали формировать вот эту электронную галерею. Они встречаются с живыми участниками специальной военной операции, встречаются с вдовами, с членами семей погибших ребят, и собирают по крупицам это все, и приносят в Дом офицеров. И мы будем загружать это в электронную стойку, и они ответственны теперь за сохранение памяти. И как они это делают, насколько они ответственны, меня просто поражает. Молодцы, я не верю в плохие слова о современной молодежи и наших детях, это неправда. Наши дети и наша молодежь сегодня очень ответственна, очень патриотична, очень любит Родину, Россию. Мы даже, мы любили Советский Союз, но не понимали до конца, а они сейчас и любят, и понимают. Владимир Владимирович, гитара просто требует... Да, вы, кстати, будете нынче на сцене петь? Я всегда стараюсь спеть, потому что песня – это способ, эмоциональный способ, вот эту мысль донести до людей. Войти в душу. Конечно. Давай послушаем. С удовольствием. А что, давай узнаем. Смотрите, как всегда, я могу встать и петь суток трое, ну, не переставая. Главное, чтобы мне давали попить, поесть. Что-нибудь праздничное. Что-нибудь праздничное. Ну, давайте. Если это одна песня, то она будет вот какая. В 2003 году я был с отрядом боевых кораблей Сахалинской флотилии во Владивостоке. И я был заместителем командира отряда и, значит, старшим на группе кораблей, который выполнял отдельные задачи. И, конечно, стоял командирскую вахту, так же, как и командир корабля. И когда, вот, я стоял командирскую вахту, ночь, представьте, и стоит матрос на рулевой колонке. И я чувствую, корабль, ну, тащит вправо. Я говорю, рулевой, есть, товарищ командир. Не спи. И так повторялось несколько раз. Я уже вахте на офицера говорю, ну-ка, давайте, значит, дайте ему что-нибудь попить, кофе принесите там и так далее. Все. А сам думаю, что же ему снится-то такого бойцу, что он даже на вахте так сладко засыпает и видит, что он там видит. И родилась песня, которая называется «Лето, не зима». Лето, не зима, летом сладкий мед, а зимой что ж? Все наоборот, все наоборот, и метель метет, а боец во сне мамку позовет. О крутой волне он расскажет ей, что придет домой через сотню дней. Честно, как отец выполнит свой долг, да уже сейчас пар не виден толг. Лобным местом здесь называют ют, в общем-то и так дальше не пошлют. Остров Соколин дальше на восток, а читать про жизнь лучше между строк. Остров Соколин дальше на восток, а читать про жизнь лучше между строк. И пока бегут волны за кормой, разрезает ввысь флаг над головой. Не дает уснуть череда тревог, с нами командир, он, наверное, бог. Лето не зима, летом сладкий мед, а зимой что ж? Все наоборот, все наоборот, и метель метет, а боец во сне мамку позовет. А лето не зима, летом сладкий мед, лето не зима, летом сладкий мед. Я хочу, чтобы она слышала, но не знала, что настолько вы хорошо поете. Поздравите наших телезрителей с Днем Защитника Отечества. Да, конечно. Дорогие друзья, в нашей стране День Защитника Отечества особый праздник. Он практически такой же, как День Победы. Потому что мы всегда вынуждены защищать свою землю. Во все века все хотели у нас отобрать нашу землю, наш воздух, наше небо, нашу воду, наши леса, наше русское. Все хотели у нас отобрать. Я вам желаю стойкости, мужества, здоровья, чтобы сохранить нашу великую родину Россию и не дать никакому врагу это у нас отобрать. И я уверен, что каждый мальчик и каждая девочка, каждый мужчина и каждая женщина нашей страны сделает для этого все. Вы все защитники нашего Отечества. С праздником вас, дорогие мои жители любимой России. Спасибо вам большое. Приходите отмечать День Защитника Отечества в Дом Офицеров Черноморского флота. Но я напомню, что у нас в гостях был Владимир Пискайкин, начальник Дома Офицеров Черноморского флота. Спасибо вам огромное. С праздником. Благодарю вас. Спасибо. Я аж и немела. Мне так понравилось. Да, потрясающе. А зрителей нашего канала ждет музыкальная мировая премьера, которая состоится в Севастополе. А все подробности можно посмотреть в нашем динамичном обзоре. Оставайтесь вместе с нами на СТВ. История героев-партизан Великой Отечественной войны в роковом звучании. В 15.00 на СТВ мы покажем рок-ораторию «Черный январь. Расстрелянная юность». Постановка подготовлена специально к 80-летию создания антифашистской подпольной организации Краснодона «Молодая гвардия» и создана по мотивам рок-оратории луганских авторов Юрия Дерского и Владимира Зайцева «Молодая гвардия. Черный январь 1943 года». Помимо оригинальной истории, сюжет дополнили рассказом о детях-вартизанах Севастополя. В 17.00 не пропустите художественный фильм «Отец солдата». Картина расскажет о судьбе старого крестьянина-виноградаря из Грузии. Георгий Махрашвили едет повидаться с сыном, который ранен и находится в госпитале. Но пока отец добирается до места назначения, сын снова отправляется на фронт. Однако Георгий уже не может вернуться в родную деревню. Он вместе с советской армией проходит весь ее путь до Берлина, до победы над фашизмом. 10 июля 2016 года в Дагестане героически погиб лейтенант полиции Магомед Нурбагандов. Не испугавшись террористов, перед лицом смерти он обратился ко всем сослуживцам со словами, которые стали известны всей стране «Работайте, братья». Для всего Дагестана, для всей нашей страны он стал настоящим героем. В 19.00 в документальном фильме мы расскажем о подвиге полицейского из дагестанского села Сергакала и о том, как его поступок отозвался в сердцах людей. Легендарная группа, которая прославилась своими патриотическими песнями. Их композиции тронули сердцам миллионов поклонников во всей стране. В 19.40 на телеканале СТВ. Не пропустите показ их праздничного юбилейного концерта «Любэ-25». За тебя, Родина-Мать! Для того, кто любит землю, где родился и где рос, кто порыву сердца в немля, на защиту встанет в рост. На защиту всех любимых, на защиту всей страны поздравляем самых сильных в день преддверия весны. Героями нового выпуска рубрики под названием «За нашу победу» стали совсем юные защитники Отечества, которые готовили к празднику трогательные, очень милые подарки. Что же это за сюрпризы, сделанные своими руками? Смотрим вместе. Цветная бумага, клей, ножницы и частицы своего тепла. Все, что нужно, чтобы изготовить настоящий талисман на удачу. Ребята из образовательного центра «Бухта Казачья» вместе с классным руководителем Чебурашку выбрали не случайно. Сказочный герой из популярного мультфильма СССР давно стал не только неофициальным символом нашей страны, но и настоящим оберегом для военнослужащих на СВО. Я вот решила, что детям и по возрасту ближе будет интересно. Чебурашка – это все-таки очень близкий такой друг для них. Они вот сразу обрадовались, что Чебурашка. И такой неофициальный символ России. Рукоделие традиционно для ребят сопровождается патриотическими песнями. Там, где поет душа, там, где легко дышать, и дай свет в местах родных. Талисман бойцы будут хранить у сердца, в нагрудном кармане, считают ребята. Мультипликационный герой напомнит солдатам о родине, о доме и, конечно, о беззаботном детстве. На обратной стороне школьники написали теплые пожелания о скорейшем возвращении домой и поздравления с Днем Защитника Отечества. Мы сегодня изготавливали открытки с Чебурашкой. Талисман. А что такое талисман? Расскажи. Талисман – это такая поделка своими руками, которую мы будем передавать. Почему так важно помогать солдатам, как Днем Защитника Отечества? Чтобы они выиграли в бою. Почему твой талисманчик поможет лишь? Потому что мой талисман поможет солдату, потому что он заряжен моей энергией и добротой. Они приносят же иногда удачу, и мы им делаем их тоже на удачу. Третьи Клашки активно поддерживают бойцов 810-й бригады почти с самого начала специальной военной операции. Помогали военному госпиталю, волонтерам, а теперь и сами на каждый праздник отправляют военным подарки и гуманитарную помощь. Надо поддерживать солдат, потому что они и днем, и ночью охраняют нашу территорию, чтобы никто не зашел. Они охраняют, чтобы у нас тут не было, чтобы мы не были в подвалах. У нас это важно, потому что нас охраняют днем и ночью. Мы уже не боимся, привыкли. И они, чтобы мы так не привыкали бояться, они нас охраняют, чтобы никто не зашел. А еще защитникам на передовую отправится праздничная лента для блиндажа. Каждый флажок ребята подписали сами. На них теплые слова, поздравления и пожелания. Поскорее вернуться домой с победой. Эту ленту сделал весь класс. Каждый ребенок из нашего класса сделал одну из этих букв. Как только звенит звонок с урока, третьи Клашки спешат к стойке с маскировочными сетями. Их школьники плетут с начала учебного года. К делу относятся серьезно. Ребята точно знают, что так помогают спасти жизни бойцам и сохранить военную технику. Сколько вы уже сплели? 79,5 квадратных метров. А к какому рекорду стремитесь к 23 февраля? 100 квадратных метров, чтобы сделать сети, сплести. Каждую переменку стараетесь сплести? Да. Помощь дружного класса всегда находит отклики. Бойцы 810-й бригады часто благодарят ребят. А один из них даже приезжал в гости к школьникам в начале января. Военнослужащий прямо на уроке рассказал о причинах начала специальной военной операции. О том, как важны на фронте школьные знания, а также о новой технике, используемой в бою. К нам пришел командир с позывным депутат. Привез нам в подарок флаг от своего подразделения. Каждый боец подписал нам свои пожелания. Перед Новым годом мы им отправляли коробку с мандаринами и с подарками от детей тоже, с маленькими талисманчиками. И вот ребята нам подписали флаг. Дети были безумно счастливы. Мы тут несколько дней, он у нас лежал на моем столе, мы изучали все надписи. Причем очень интересно, что это подразделение добровольцев, ребята из разных городов нашей страны. Вот мы там можно географию изучать. То есть там и Тюмень, и Татарстан, Красноярск. Для этих ребят, их родителей и классного руководителя помощь фронту – это уже часть жизни. Именно благодаря их поддержке и заботе о наших бойцах на передовой победа становится еще ближе. Дорогие войны! Весь город-герой Севастополь! Бог за казачьим! И мы! Третий В-класс! Поздравляем вас с Днем Защитника Отечества! Ура! Порой хочется в эти дни остаться дома и погрузиться в семейный уют и безмятежность. А лавировать, так сказать, между телевизором, холодильником и диваном. Но если такой отдых не в вашем стиле, в Севастополе будет много интересных событий, имейте в виду. Да, и, конечно, наши коллеги, корреспонденты программы, выбрали самые яркие мероприятия, которые можно посетить в ближайшие дни. Смотрим и вносим, соответственно, в ежедневник, чтобы не пропустить. Далее, конечно же, афиша, вы уже поняли. 23 февраля на площади Нахимова можно будет посетить масштабную фотовыставку, которая расскажет о событиях февраля-марта судьбоносного 2014 года. Кроме того, на экспозиции представлены главные достижения нашего города за последние 10 лет. Также 23 февраля Музей обороны Севастополя проводит День открытых дверей. Гостей ждут бесплатные экскурсии. В оборонительную башню Малахова круга на вход будет свободный. Библиотека имени Льва Николаевича Толстого проведет лекцию, посвященную русским полководцам. В Севастопольском центре культуры и искусства работает выставка художника Сергея Берлова. В экспозицию вошли 20 полотен, посвященные Первой обороне Севастополя и Великой Отечественной войне. Выставку можно посетить до 5 марта. В клубах и домах культуры Андреевки, Фронтового, Первомайского и Хмельницкого пройдут праздничные концерты. В театре имени Луначарского пройдет показ опереты «Севастопольский вальс». Эта постановка – своеобразный мост между эпохой героев Великой Отечественной войны и нашим временем. Спектакль по праву считается одним из патриотических символов города-героя. Начало 18.30. 24 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Тараса Шевченко откроется спортивный праздник для всей семьи – фестиваль ГТО «10 лет вместе», в котором могут принять участие все севастопольские семьи. Вход на мероприятие свободный. Регистрация за 30 минут до старта. Начало в 12.00. Также в субботу «Севтюз» приглашает на спектакль по одноименной повести Константина Станюковича «Севастопольский мальчик». Он перенесет зрителей в дни первой героической обороны нашего города. Начало в 14.00 и в 17.00. В воскресенье 25 февраля в Доме офицеров Черноморского флота пройдет концерт «Гордость и слава России». Перед зрителями выступят творческие коллективы Балаклавского дворца культуры, народный ансамбль песни-посиделки, образцовая шоу-группа «Звездочки», а также образцовый вокальный ансамбль «Мир надежд». Начало в 15.00. Вход свободный. Также 25 февраля в Ретро-кинотеатре «Украина» пройдет концерт «Русский стиль». Ансамбль Крымской государственной филармонии «Подворье» исполнит для гостей песни о России и красоте русской земли. Начало в 17.00. Еще в воскресенье во Дворце культуры Рыбаков пройдет поэтический театр «Башни и слоновой кости». Защитникам Отечества посвящается. Зрителям будет представлено прочтение классической и современной поэзии в исполнении артистов ДКР. Также каждый сможет принять участие в рубрике «Открытый микрофон». Начало в 15.00. Вход свободный. 27 февраля во вторник в Ретро-кинотеатре «Украина» пройдет показ фильма «Афганистан. 35 лет надежд». Кинокартина этого года расскажет о событиях афганской войны и судьбе севастопольских воинов-интернационалистов. Начало в 9.50. Вход свободный. В среду 28 февраля в библиотеке имени Льва Николаевича Толстого пройдет вечер гостиной «35» в ритме молодости. Гости услышат авторские стихотворения, песни и мелодии от молодых севастопольских исполнителей. Начало в 18.30. Вход свободный. Приветствуются нарядные праздничные образы. 29 февраля в четверг в Севастопольском центре культуры и искусств пройдет концерт «Вечер. Музыка. Кино». Севастопольский симфонический оркестр исполнит мелодии известных фильмов «17 мгновений весны», «Обыкновенное чудо», «Служебный роман» и других шедевров советского времени. Начало в 18.30. Сегодня в Севастополе и в Крыму мы отмечаем еще одну значимую для нас дату – День народной воли. Именно 23 февраля в 2014 году десятки тысяч севастопольцев вышли на площадь Нахимова и единогласно решили, что с киевской преступной властью городу-герою не по пути. Этот день стал началом русской весны, вернувший Севастополь домой, в родную гавань, Россию. Это праздник для всей страны. В 2014-м нас поддерживали все регионы нашей большой страны. А сегодня поздравляют нас с юбилейной датой. Давайте посмотрим вместе эти видеооткрытки. Из НР, дорогие жители Севастополя! Гостеприимная солнечная республика Хакасия поздравляет вас с десятилетием русской весны. Желаем вам процветания потрясающих туристов, которые приезжают к вам. Мы поздравляем всех жителей Севастополя с русской весной и очень рады, что мы все вместе живем в этой огромной, необъятной, могучей стране. И надеемся, что вы приедете к нам в гости посмотреть на наш необъятный сибирский край, потому что нам, сибирикам, очень нравится к вам ездить. Всем привет! И сегодня у нас в гостях активный участник тех событий русской весны Александр Кулагин, заместитель губернатора Севастополя. С добрым утром! Доброе утро! А утро действительно доброе. Перенесемся на машине времени на 10 лет назад. Итак, в этот день был митинг, и вы его организовали в том числе. Расскажите об этом. Как это было? Ну, все-таки небольшой экскурс в историю придется сделать. Наверное, ни для кого не секрет, что Севастополь всегда сопротивлялся разным попыткам украинизации, разным попыткам сделать так, чтобы Севастополь был не форпостом России, а был базой НАТО. И все севастопольцы очень активно принимали участие. Это и разные акции, разные события, разные мероприятия, которые... Очень много общественных организаций, которые связывали Севастополь с Россией. И, безусловно, вообще такое, знаете, вот больше 20 лет Севастополь просто жил в ожидании этих событий. Это точно должно было произойти. Все севастопольцы об этом знали. Но на самом деле нужен был момент. Вот если послушать интервью нашего президента Владимира Владимировича Путина, он сказал о двух серьезных переворотах на Украине. Мы чаще всего говорим о том, что как раз вот повод и возможность юридически, физически нам перейти в Российскую Федерацию. Это был Майдан, события Майдана 13-14 годов. Но на самом деле была еще, мы уже почти забыли, она была, это оранжевая революция 2004-2005 годов. На самом деле это был переворот уже номер один. И президент об этом сказал, было понятно, что государство Украина, как государство, теряет свой статус. Есть символы государства, в том числе легитимная власть. Но что произошло в 2004-2005 годах? Мы вспоминаем, оранжевая революция, когда проходят выборы, выбирается один президент, но недовольная часть поддержкой западных кураторов проводит, ну, революцию, настоящую революцию организовывает, проводит и подводит под некий юридический нюанс, который не предусмотрен был ни Конституцией, ни законодательством, третий тур выборов. Ну, по сути говоря, сломалась вся юридическая система, и для понимающих людей было понятно, что это просто захват власти. Вот таким вот способом. Они не скрывали это слово революция, то есть оранжевая революция. Произошла революция. Революция всегда захват власти. И мы понимали, что если победил кандидат в президенты, который занимал пророссийскую позицию, ну, я бы даже, знаете, называл не просто пророссийская позиция, а позиция, которая была связана с нашими интересами, с нашими ценностями. Ну, вот, наверное, уже никому не стоит объяснять, что европейские ценности современные и ценности России – это очень разные вещи, и, ну, совсем нам не в Европу. И вот тогда произошла революция, и уже было понятно, что Украина – это не страна с легитимной властью. Дальше происходила череда смены власти, череда не развития государства, а просто менялась власть, пеняли на предыдущую власть, что они ничего не сделали, вот мы сейчас будем делать. Ничего не делалось. Страна не развивалась, как должно быть в стране, современной стране, но страна погрязла вот в этих вот постоянных скандалах и конфликтах. Все, точка. Но самое большое огорчение, ну, это слово плохое, наверное, огорчение, удар по севастопольцам, по Севастополю – это все-таки были притеснения на почве русского языка. Детей заставляли в школах учить базовый украинский язык. Дети, которые думают, которые рождаются, общаются на русском языке, не должны базовый учить украинский язык, какой бы он ни был хороший или плохой. Русский, родной язык, должен стать базовым. Учебники русского языка в украинских школах были не учебники русского языка, это пародия на учебники была. Исковые заявления в суд только на украинском языке. Потом чуть-чуть смягчили, услышали, что народ Востока Украины, Юга Украины начинает сопротивляться. Смягчили норму, но вы послушайте, как смягчили. Ты исковое заявление можешь подать на русском языке, но судебный процесс ведется только на украинском. И если ты не понимаешь, и о судебном процессе очень важно каждое слово, сказанное в процессе, то, пожалуйста, за свой счет можешь нанять переводчика. Вот такие казусы. Ну и, конечно же, то, что происходило с нашими истинными ценностями, то, что в нашей ДНК заложено, то, что в наших генах, это наша история, наши героические предки, когда в Киеве площадь Ватутина, проспект, прошу прощения, Ватутина переименовали в проспект Шухевича, для меня это было точкой. Все. Нам никогда не по пути с этой страной, не до страной, не состоявшейся страной. Вот лучше бы Украина, как в Советском Союзе, была частью общей большой нашей семьи, и мы бы дальше вместе развивались более гармонично, гармонично, правильно и со своими ценностями. Ну, вот так вот произошло. В 2013 году начался Майдан, новая революция, захват власти националистами, людьми, для которых приемлема фашистская вообще жизнь, символика, принципы. Поэтому было понятно, что надо, во-первых, защищать себя. Мы понимали, что сюда приезжали периодически делегации, нам надо было сопротивляться этим приездам, нам нужно было показывать всему миру, куда мы идем, куда мы стремимся, к чему, где наши ценности. И нам приходилось преодолевать очень большое количество сложных препятствий всем севастопольцам. Власть в Севастополе назначалась из Киева, это тоже создавало здесь почву для постоянных конфликтов между горожанами и властью. Закон, который был в Конституции Украины предусмотрен, закон о городе Севастополе как городе с отдельным статусом, так и не был принят. Ну что, ну все, Севастополю не может существовать в этом государстве, которое не государство. И, как мы тогда, ну, может быть, в шутку говорили, а, скорее всего, это было искренне, потому что Майдан действительно позволил нам принять решение, вот то решение, которое было озвучено и на митинге народной воли 23 февраля, и в дальнейшем подтвержденное референдумом, то есть всенародным выбором, о том, что государство Украины перестало существовать, властью нет, власть захвачена непонятными, нелегитимными людьми. Мы принимаем решение, которое предусмотрено уставом Организации Объединенных Наций, международными правовыми нормами, о том, что народ принимает для себя вот такую судьбу. Выйти из состава Украины, на один день вместе с Крымом объявить о независимости, сообщить об этом Организации Объединенных Наций, всем странам мира, ну и подписать Российской Федерацией 18 марта в Кремле, в Георгиевском зале, известный договор о присоединении, как президент назвал, о вхождении в родную гавань, возвращении в родную гавань. Вот, наверное, вот такая история, она была важна. Что же было 23 числа? Александр Андреевич, позвольте напомню, вот в дни русской весны нашим зрителям вы входили в состав, координационный состав по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности, обеспечивали разработку правовой основы и подготовку к проведению референдума, что позднее было. А также вот в составе делегации отправились в Москву, в Кремль и были в составе группы, которая разрабатывала закон о выборах, другие нормативные правовые акты и документы города. И все это было в невероятно кратчайшие сроки, рекордные сделаны. Но вот у вас тогда, 23 февраля, были ли уверены в успехе? Было ли страшно, не знаю, чисто по-человечески? Конечно было, но все же люди, да. Ведь все могло пойти вообще не по этому сценарию, который вы спланировали. Что тогда? Вы знаете, тут уже вот в честь десятилетия могу признаться себе и всем севастопольцам. Наверное, все севастопольцы, многие могут признаться в том, что 23 февраля многие себе задавали этот вопрос. Вот я и события, что дальше? А я могу все потерять? У кого-то был бизнес, кто-то понимал, что у кого-то там... Ну, в общем, многие были как-то вот привязаны к тому государству, которое было, и понимали, что менять юрисдикцию – это все сложно, можно потерять все. Вот этот вопрос задавали многие. К этому вопросу подвел Алексей Михайлович Алый. Он для себя задал этот вопрос, и он озвучил ответ на него. Он сказал, я готов отдать все, только бы мы вернулись в Россию. Вот такой вопрос мы задавали каждый себе там в мозгах. А готов ли я отдать все, рискнуть всем, потому что последствия могли бы быть совершенно разные. И вот просто войти в этот процесс, понимая, что как активного человека, потом могут быть разные последствия, если вдруг чего-то не случится. Но такого понимания, что чего-то не случится, не было. Было четкое понимание, что вокруг все люди в едином порыве, что Севастополь не будет возврата, что мы все-таки войдем в Россию. Поэтому такой вопрос себе задал и ответил на него очень просто. Я готов отдать все, но лишь бы события произошли, и мы вернулись в родную гавань. Страшно не было. Не было страшно, почему? Потому что такая массовая поддержка людей, такая активная деятельность. Вот знаете, перед этими событиями была такая создана организация «Республика». Туда вошли наши лидеры общественных мнений. Те ребята, которые активно в интернете занимались пропагандой возвращения в Россию. Еще не было вообще, вот начался Майдан, вот эти события. И нужно было людей настраивать на эти вещи. И вот эти лидеры общественного мнения, объединившись в эту организацию «Республика», они как раз и прорабатывали понимание, как же это все может произойти, в какой момент. Все сложилось удачно, все задавали себе такой вопрос. Но не могло быть иначе. Нужно было отдать все, но вернуться в родную гавань. Столько людей, сколько вышло на площадь Нахимова 23-го числа. Было понятно, что все. Обратной пути нет. Что бы там ни было, мы понимали, что возможны провокации, что обязательно будут действовать специальные службы Украины, которые еще на территории Севастополя дислоцироваться, служба безопасности. И мы еще не понимали, как поведет себя органы внутренних дел. И прочие, и прочие. Многие украинские государственные структуры. Ну, плюс еще проблемы же наверняка приходилось решать такие бытовые. Свет, газ, вода. Да, потому как Киев финансирование завершил. Позднее, да? 23 февраля, да, каждый из нас ставил перед собой такой вопрос, отвечал на него, понимая, что эти проблемы будут обязательно. Понимая, вот с финансированием, да, вот вы уже затронули этот вопрос. Чуть-чуть позднее мы начали понимать, что Украина перекроет все. Все, что только может, перекроет. В первую очередь финансирование, чтобы люди были недовольны. Пенсии, там, зарплаты бюджетникам, прочее, прочее. Сразу же подложили нам гадость. Люди начали переводить деньги, там, кто сколько может в поддержку Севастополя. Тут же наложили аресты на все наши счета. Но мы выбрали народного мэра, не просто очень такого, человека, который любит Севастополь, но он еще и великий меценат Алексей Михайлович Алый. В дальнейшем очень много расходов он просто взял на себя, поскольку его большая такая международная корпорация, а он готов был рискнуть всем, в том числе и активами, наверное, этой международной корпорации, очень конкурентно на мировом рынке, все-таки сделали большое дело и вместе бескровно, самое важное, совершили вот эти вот события. Ваша вера велика, и это действительно видно и слышно, но верили все на митинги. А когда вы действительно в этот момент или в какой-то другой поняли, что Россия от Севастополя никогда не отвернется? Наверное, все севастопольцы это чувствовали все долгие годы пребывания в плавании, до возвращения в родную гавань. Однажды мне довелось, будучи заместителем председателя законодательного собрания, поздравлять Московскую Думу с 25-летием. Это, конечно, было очень волнительно, потому что был колонный зал Дома Союзов, были великие наши артисты, были наши, вот знаете, эти советские ведущие, своими голосами объявляли всех. Вот когда меня объявили, у меня тряслись ноги, подкашивались первые лица государства, и надо было вот что-то сказать. И я рассказал про эту историю, что Севастополь, как моряк, да, он ушел в море, он был, это на, как это сказать, по мотивам сказанного президентом, что Севастополь вернулся в родную гавань. Вот я сказал, он ходил где-то в рейсы, он потрепался, его форма из белой превратилась уже в серо-черную. Но он вернулся в родную гавань, и он всегда все это время чувствовал любовь, любовь своей великой родины. Мы же помним, как Севастополь всегда поддерживали. Москва строила здесь дома, жилье для военнослужащих, много очень социальных объектов. Красавец Дом Москвы, построенный такой вот в стиле севастопольском, в продолжении, не портя архитектуру Севастополя, наоборот, став его украшением. Многие-многие другие вещи, все чувствовали всегда о том, что Россия всегда рядом. У нас всегда были российские каналы, хотя Украина делала все для того, чтобы их не было, но у всех были спутниковые, там, ну, в общем, была всегда возможность смотреть российские новости, мы их всегда смотрели. Я думаю, что большинство севастопольцев не смотрело украинские новости, украинские каналы, смотрели все российские. Мы всегда были одной семьей, понимая, что вот эти события рано или поздно произойдут. Ну и тогда, конечно же, вот знаете, даже вот не нужно было. В России тогда, в тот момент, были тоже немаловажные события с Олимпиадой связанные, были очень заботы на международном уровне провести эту Олимпиаду на высочайшем уровне. Все это совпадало, Олимпиада заканчивалась. Но когда у людей на флагштоках, на площади Нахимова появились триколоры, когда на домах большинства севастопольцев были растянуты флаги России, ну, было понятно, что Россия здесь, Россия рядом, Россия отсюда никогда не уходила. Да, юридически немножко вот ушли в другую траекторию, получили, были вынуждены многие люди получить украинские паспорта для того, чтобы выживать, чтобы получать пенсии. Ну, Россия была рядом, поэтому... Спасибо вам большое. Сюда-то чувствовалось. Даже вот мы снимали сюжет о событиях, о дне референдума. В день референдума люди рассказывали о своих воспоминаниях и говорили про детей своих, когда они возвращались домой, и дети смотрели в окно и спрашивали, а что, там уже Россия? А у вас какие вот, ну, если вкратце, воспоминания о дне голосования референдума остались? Именно вот 16 марта, если вспоминать. Ну, до этого мы вышли на сцену и за спиной Валерия Кирилловича Медведева, который эту интригу до последнего скрывал. Мы шли от здания на Ленина-2 впереди... Глава избирательной комиссии. Да, к сожалению, ушедший от нас, Валерий Кириллович Медведев, с которым мы готовили вот это вот положение о референдуме в очень кратчайшие сроки. Умничка, молодец, организовал, добился того, что у нас были списки избирателей, несмотря на все препятствия со стороны Украины. Эти списки были получены, они были использованы. Валерий Кириллович шел, мы шли за ним с Алексеем Михайловичем Чалым, вот он скрывал эту интригу. Но мы понимали, конечно, результат, потому что все утром там в 6 утра все проснули, все увидели, как ручьи людей идут, реки стекаются на эти избирательные участки, стоят все в очереди. Почему-то не видели людей с автоматами, как говорили западные средства массовой информации, никто под дулом никого не гнал. Люди выходили все, старики, маломобильные, все шли на участки для того, чтобы взять этот бюллетень и поставить эту заветную галочку. На самом деле, было радостно, мы все понимали. И вот этот последний момент, когда Валерий Кириллович объявляет о результатах референдума, когда ликование, салюта не нужно было. Вот этот зал был человеческий, люди так зашумели от радости, такой был возглас, такой возвод, что мы уже понимали, что не просто мы оторвались от Украины и идем в Россию. Мы понимали, вот такое всенародное стремление к этому, понимали, что все. И вот Алексей Михайлович, его слова о том, что ребята, мы это сделали, именно мы это сделали. Наверное, для каждого из нас это событие, ну для многих наверняка это будет важнейшим событием в их жизни, потому что есть что детям рассказать. И самое главное, мы понимаем, что теперь наши дети учатся на родном языке, теперь они навсегда в России, наши русские ребята. Спасибо вам большое, вас тоже с праздником. Я напомню, что сегодня у нас в гостях в Добром Утре был активный участник тех событий «Русской весны» Александр Кулагин, заместитель губернатора Севастополя. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо вам огромное за все то, что сделали для нас. Желаю вам успехов, конечно же. И далее посмотрим воспоминания севастопольцев о событиях «Русской весны» 2014 года. 10 лет «Русской весны» в этом году. Были ли вы здесь в Севастополе в 2014-м? Что помните? Что ждали? Может быть, чего-то боялись? Какие чувства у вас были? Конечно, я это помню. Я участвовала прямо вот в голосовании. Непосредственно специально поехала на дальний свой пункт, там, где я зарегистрирована. Ну, мы надеялись вот именно на эту победу, на которую надеялись. И мы ее достигли. Страха не было на самом деле вообще. Мы были уверены в нашей победе. Вообще ничего не боялись, но были очень рады, что мы вернулись в Россию. Мы вообще сами из Донбасса переехали сюда как раз перед самыми этими событиями. И потом очень звонили своим землякам и говорили бы, как они говорят, мы тоже ждем такого же праздника, как у вас. Поэтому для нас это праздник. Да, я был на митинге народной воли. И не только на нем. Мы еще были на одном митинге вечером. Это было у здания правительства и законодательного собрания. Это был такой, ну, какой-то такой задор, воодушевление, единение людей. И на митинге народной воли тоже все кричали «Россия, Россия». Это был очень, так, подъем такой был огромный. Да, это очень такие приятные ощущения. Но была такая некая неопределенность, потому что, ну, например, наши родственники из Донецка, они говорили, ну, может быть, вы на время к нам, вы приедете, как бы, переждать. Но вот все сложилось очень даже и хорошо. «Россия! Россия!» «И в маленьком полноте, война народная, священная война!» Ничего не боялись, ждали только того, что будет все развиваться наилучшим образом. Так, собственно, и произошло с 10 лет. Наш Крым преобразился просто в великолепных масштабах. Очень отрадно наблюдать, что наш город, наш полуостров развивается такими темпами. Инфраструктура, дороги, что самое главное, появление новых медицинских учреждений, школы, садики новые. Нет сейчас проблем с очередями, как в других регионах, например. Поэтому это очень радостно, что у нас так изменилась наша жизнь. Каждый год отмечаю, что люди в приподнятом настроении в это время. Очень приятно за этим наблюдать. А были в каком городе? Следили за событиями в Севастополе и Крыму? Я тогда на тот момент жила в Челябинске, но мы все следили, поэтому, по-моему, не было людей, которые не следили за этим. Переживали, наблюдали и радовались окончанию. Мы ничего не боялись, мы были довольны и ходили на референдум. Мы в русскую весну все были, простите, на площади Нахимова. Мы там стояли. Мы ждали Путина. Ну, конечно, был чуть-чуть испуг, потому что непонятно, что именно происходило на тот момент. Но в целом, когда все стало понятно, стало очень радостно. Чего ждали? А, до меня вся родня с Россией, как бы всегда считал себя россиянином, поэтому вот. Наконец-то. Наконец-то, да. Все правильно. У некоторых семей сложился ошибочный стереотип, что отец должен только добывать финансовые средства, содержать семью, оплачивать все желания, потребности и брать на себя все семейные расходы. И ребенок чуть ли не с рождения слышит от матери фразу «Папа устал на работе, не мешай ему!». Но малышу необходимо внимание и участие отца. Почему так важна роль отца в воспитании ребенка? Что будет с малышом, если отец будет самоустраняться от воспитательного процесса? Наша коллега Елена Корнаухова узнала интересные детали от психологических аспектов роли отца в воспитании ребенка. Посвящается всем папам в самый мужской день в году. Мы часто говорим о материнской любви, но упускаем роль отца в воспитании. Папа – образец для ребенка, защита и опора. В чем роль отца в семейной жизни? Сегодня поговорим об этом с психологом Дианой Файзудиновой. Диана, привет! Привет! Чем отличается роль отца от роли матери? В чем их уникальное различие? Изначально мужская энергия, мужское влияние, оно о гордости и оно о силе, оно достижение. Женская энергия, она про заботу, защиту, мягкость, красоту и нежность. Эти две главные такие вот характеристики мужско-женских отношений, они про то, что из такой комбинации получается такой союз мужчины и женщины, из которых потом появляется ребенок. Диана, вот возникает такой вопрос. Какова роль отца для девочки и роль отца для мальчика? Ведь это совсем разные грани. Ну, поскольку у девочки потребности отца, они связаны больше с вот таким вот качеством отношений именно к ней, то здесь отцу важно передать теплое, заботливое отношение. Вот эту ласку, чувственность к девочке. Позиция отца, который бережет девочку, который ее любит, который ей говорит комплименты, говорит, какая она красивая, да, вот все про ее женские качества, то тогда у девочки как раз-таки закрепляется позитивная самооценка и долюбленность своим отцом. Если мы говорим про мальчика, то роль отца в том, чтобы мальчику как раз-таки задать вектор действий, которые мальчика приведут к успеху, то есть некое вот это воспитательное влияние. При том, что от действий, которые мальчик совершит по своим силам, да, не чрезмерные какие-то действия, где он не справляется и входит только в тревогу, да, роль отца, она в том, чтобы взрастить в мальчике способность что-то создавать и быть гордым за себя, что он это создает. Диана, а какие мифы существуют о роли отца? Ты знаешь, в социуме у нас принято так, да, что раз уж мужчина это такой защитник, добытчик, да, что возлагается на него порой чрезмерная нагрузка и ответственность. И мальчик, получается, которому запрещали плакать, проявлять свою сентиментальность или чувственность, больше склонен чувствовать себя каким-то должным, чтобы изображать из себя какую-то фигуру мужского рода, при этом подавив и скрыв от других реально свои переживания и чувства. Как много мужчин, которые закрываются просто в ванной и плачут просто потому, чтобы не показать свою слабость, потому что это не принято, это непозволительно, да, и вот это чрезмерное, искаженное такое давление со стороны социума, да, вот каких-то таких античеловеческих на самом деле сценариев, потому что мужчины это люди. В первую очередь это такие мальчики, которые были детьми, которые были абсолютно, не знаю, открытыми всему так же, да, но из-за того, что их все время как-то подкручивали, вкручивали якобы в мужскую роль. Поэтому я все-таки как психолог, я больше за то, чтобы идти именно в свою природу, в свое естество, не зацикливаться именно на том, а какой я здесь как мужчина или какая здесь я как женщина, да, не подстраиваться в рамки какого-то образа, а быть собой, быть собой настоящими. Если мы говорим о мифах, то в первую очередь это о том, что мужчины должны быть какими-то прям супергероями, то есть они из-за того, что они уже что-то делают, они делают это со своими силами, насколько они могут, уровни, я не знаю, своих потребностей, да, у всех разный уровень амбиции, уровень притязаний, то есть это вопросы к себе, да, куда я хочу. И из-за того, что мужчины часто от себя требуют слишком многого, они не слышат себя, они слышат вот это вот общество, которое давит, что если ты чего-то не сделал, то якобы ты не мужчина. Это проблема, потому что это ловушка, это неправда. То есть мужская роль, мужское влияние, оно также и в душевном разговоре проявляется. Мужчина по своей природе, он склонен больше быть таким рациональным, больше собранным, да. То женская природа, она больше там эмоциональная, там чувственная, ее вот так болтает, то мужчина просто своим присутствием порой, без разных регалий, без разных там, не знаю, миллионных миллионов, он просто рядом находится с женщиной и может ей создать ощущение вот этой безопасности, что просто своим присутствием энергетически. И я за то, чтобы поддерживать все-таки здоровые тенденции в отношениях и в отношениях самих к себе в первую очередь. Как эта излишняя ответственность влияет на самого мужчину? Излишняя ответственность, которая давит на мужчину, она заключается в том, что он и не хотел бы чего-то, да, но из-за того, что как будто бы надо, он идет вопреки себе и своим желаниям, своей природе. А это не закаляет мужчину? Или это тоже шаблон? Это шаблон, потому что мужчина все равно должен слышать свои потребности и амбиции. Если он хочет расти, и у него есть силы преодолевать, идти к своим целям, а если эти цели навязаны, если эти цели, они не его... А, получается, он всю жизнь проживет не свою жизнь, да? Да. Если мужчина живет не свою жизнь, не по своим целям, находится в внутреннем конфликте, что он должен и что он хочет, тогда тело скажет, что что-то идет не так. То есть начинаются какие-то болезни, там, не знаю, ранняя седина, какие-нибудь сбои сердечно-сосудистые, да, то есть все эти заболевания, они идут от внутреннего конфликта. А если ребенок растет без отца, может ли он вырасти полноценной личностью? Конечно, несомненно, потому что если мы говорим про некую фигуру и образ отца как идейно, это то, на что влияет мама, то, на что она держит фокус внимания своего ребенка. Когда она ему рассказывает какие-то истории, связанные с отцом, какие-то качества, чем она восхищалась в нем, да, пусть уже нет этого мужчины, как мужчины в ее жизни рядом. И у ребенка формируется образ, у меня папа был классный, вот был он, да, его нет. Но когда ребенок растет, ему необходима подпитка энергии, то есть вклад нужен, мужской вклад в ребенка, и на эту роль, конечно, могут выступить другие люди. Тренера, это дяди, это дедушки, это, ну, то есть ближайший круг семейный, либо социальный, то есть тренер как в спортивной секции, например, да, или это учитель в школе, то есть как некий такой образец или даже не образец, или даже совокупность разных таких мужчин, они задают образ, что мужчины бывают разные. Бывают интеллектуально настроенные мужчины, а бывают физически настроенные. Бывают мужчины, которые, например, строят бизнесы, а бывают те, кто играет на фортепиано, и это все мужчины. И что ты как мужчина, ты тоже можешь быть любым. Твоя задача, свою природу, свою уникальность как раз открыть этому миру. И существует очень много разных фильмов, когда, например, мальчики действительно идут в какие-то такие сферы якобы женские, достигают там огромных успехов, ну, например, певцы, да, или танцоры великие. То есть, казалось бы, это что-то женское, но на самом деле нет. У нас нет вот этой вот градации, если мы идем в свою природу, в свои потребности, в свои желания. Да, есть такой шаблон, что если ты в балете, то ты не настоящий мужчина. А какой он тогда настоящий мужчина и настоящий отец для детей? Какие качества должны быть? Я думаю, что вот вопрос такой звучит, он такой достаточно, я субъективно могу на него ответить. Здесь у каждого может сложиться свое представление, свое видение, кто такой мужчина. Потому что эту загадку разгадывали и разгадывают на сегодняшний день все, да. Все стремятся как-то понять, познать себя, в том числе через роль мужчины или женщины, отца или матери. Так кто же я, да? И большим интересом для меня является человек, который себя знает хорошо. И здесь уже не важно, ты мужчина или ты женщина. Как только ты себя хорошо знаешь, свои ценности, свои потребности, свои желания. Ты знаешь свой опыт, ты знаешь, чего ты хочешь, то есть куда ты идешь. И вот под это, как раз-таки, под такое представление и мужчина, и женщина попадают. То есть человек, который идет своим путем. Поэтому, если говорить прям, какой мужчина должен быть, ну, точно позитивным. Позитивным, потому что человек, который идет своим путем, он всегда позитивен. То есть глобально он позитивен. Не про какие-то там взлеты, падения, да, а именно, что несет человек в этот мир. Диана, спасибо большое за такую интересную беседу. Сегодня я расширила свое понимание отцовства и роли мужчин в нашей жизни. Быть наставником, учителем и защитником – это все про отцовство. Для мальчика папа – первый пример мужественности, а для девочки – образ будущего супруга. Ведь дети подсознательно считывают поведение родителей. Сегодня я хочу обратиться не к нашим мамам, а к папам. Не нужно быть идеальными, будьте настоящими и будьте собой. И главное, помните, вы все можете. Если наши мужчины защищают Отечество, то кто же защитит самих защитников? А ситуации бывают разные. Вот как раз обсудим эту поддержку наших воинов. У нас в гостях сегодня Елена Анисимова, директор филиана фонда «Защитники Отечества». С добрым-добрым утром. С добрым утром. С добрым утром. Итак, расскажите, пожалуйста, о истории создания фонда. Как все уже, наверное, знают, фонд был создан указом президента Российской Федерации от 3 апреля 2023 года. И начал свою работу во всех 89 субъектах Российской Федерации с 1 июня 2023 года. За этот период мы уже приняли более 4000 обращений, а 1800 участников СВО и членов их семей, 87% обращений получили положительное решение. И я должна сказать, что вот именно задача, стоящая перед фондом, именно адресная персональная поддержка и помощь каждому участнику СВО и члену их семей, в общем-то, стараемся достигать и решать. Потому что работа построена таким образом, то есть любой обратившийся к нам участник СВО или член его семьи получает сразу персональное сопровождение социального координатора, который в дальнейшем постоянно с ним находится на связи и готов помочь и решить любые проблемы, которые возникают у участника СВО, связанные с получением гарантированного государственного мер поддержки. Социальный координатор. А насколько важна еще вот чисто психологически такая поддержка? Очень важна, потому что человек понимает, даже если он подготовлен, юридически подкован, знает, что и как писать, какие документы и куда подавать, все равно поддержка человека, другого человека, именно умение выслушать, умение подсказать, где нужно, проконсультировать, да, очень важна. Плюс еще у нас первые дни работает и психологическая помощь, у нас медицинский психолог каждый день находится в фонде, который тоже подключается при необходимости, помогает снять напряжение, помогает где-то поговорить с участником или членом семьи, особенно учитывая то, что мы работаем с членом семьи погибших наших героев, найти нужные слова поддержки. Вот это очень важно. И социальный координатор – это именно тот человек, который координирует, то есть помогает как раз человека, который к нам приходит с запросом на помощь, с теми органами власти, с теми структурами и ведомствами, которые эту помощь ему могут оказать или уполномоченно оказывать. Да, выслушать порой – это так важно, чтобы человека услышали, помогли ему. Скажите, а вот какие сейчас актуальные новости о работе фонда? Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что мы, конечно же, все сотрудники фонда, в том числе и филиала фонда по Севастополю, нацелены на то, чтобы помогать нашим участникам и за то, чтобы воспитать у подрастающего поколения чувство гордости за них. Мы также работаем вместе над укреплением семейных ценностей, над патриотическим воспитанием молодежи, над сохранением исторической памяти. В частности, сейчас у нас работают регулярные основы, каждый месяц, то есть два раза в месяц, через субботу мы встречаемся на площадке фонда с семейным клубом. Семейный клуб мы так и назвали. Ух ты, как интересно. Семейный клуб мы так и назвали, свои близкие. То есть здесь при помощи и при содействии наших партнеров, это Движение Первых, это Федерация настольного тенниса, еще есть организации, и общественные организации, которые предлагают нам свою помощь, организовываем семейный досуг наших участников СВО. То есть мастер-классы интересные проводим, поделки руками детей на память, которые они могут с собой забрать, делаем. Или проводим какие-то занятия, в том числе занятия по настольному теннису. У нас даже установлен специальный стол для занятий, и проводим такие вот занятия вместе с тренером, который обучает и ребят, которые в первый раз видят ракетку и мячик, и пробуют им играть. Это совсем малыши, и те, кто уже опытные. То есть будем даже участвовать в фестивале здорового образа жизни в Севастополе. Кроме того, у нас каждую пятницу собирается женский клуб. Женский клуб кофейной посиделки. Именно по утрам... Каждую пятницу. Каждый месяц, раз в пятницу, да. К сожалению, мы бы хотели каждую пятницу. Ну, посмотрим, мы работаем над этим. Каждый месяц один раз в пятницу мы собираемся на кофейной посиделке. Именно женский клуб. Приходят жены, матери, вдовы. Мы общаемся, пьем кофе, проводим различные интересные занятия, рисуем кофе, играем в игры. Ну, все, что может способствовать поднятию настроения и дать возможности, дать сил нашим женщинам продолжать жизнь, поддерживать наших защитников и воспитывать детей. Это очень большой труд, и столько он требует участия. Если у них не будет вдохновения и сил, они не смогут, соответственно, дать. Скажите, а самый задаваемый вопрос или просьба от участников СВО сейчас? Ну, их несколько. Их несколько, они, начиная от того, вообще, на какие меры социальной поддержки они имеют право. Потому что выясняется, что человек приходит с одним запросом, а не знает о том, что они же предоставляются разными структурами, разными ведомствами. Например, меры поддержки по компенсации оплаты ЖКХ, или меры поддержки по бесплатному проезду, или меры поддержки по бесплатному питанию. Тот же участок бесплатный, на который имеют право участники СВО, которые уже зарегистрированы, жили на начало спецоперации в Севастополе. Это все разные ведомства предоставляется. Им всегда человек знает о том, на что он имеет право. Вот здесь вот консультация по мерам поддержки, а дальше идет, естественно, помощь в получении удостоверения ветерана боевых действий. Это тот документ, который подтверждает право участника на получение этих мер поддержки. Помощь в юридической консультации мы тоже регулярно организовываем. Из прошлого года у нас каждый день работают на нашей площадке юристы и адвокаты. И управление Министерства юстиции, и Ассоциации юристов России. Военный юрист у нас регулярно. Вот сегодня как раз тоже дежурила и принимала людей. Психологическая помощь, то, что я говорила, это вообще, ну, постоянно требуется. У нас каждый день записываются и приходят не первый раз, и продолжают приходить. Приходят с семьями. С семьями, с близкими, с детьми бывают, психологу. Это тоже очень важно. Ну и здорово, что вот те люди, которые помогают, они тоже проходят специальную подготовку. Действительно, и проявить вот какие-то чувства и человеческие, и плюс еще грамотно помочь, как поступить, какие там документы нужны. Да, содействуем, помогаем. То есть мы сами не предоставляем, естественно, эту меру поддержки. Мы не подменяем собой органы власти, но мы помогаем людям получить положенные им гарантированные государственные меры поддержки, как региональные, так и федеральные. Я представляю, какое грандиозное событие для вас 23 число. Да. И сколько подготовки, и что уже готовы, и как вы будете поздравлять своих детей, я бы, наверное, сказала так, своих друзей, свою семью? Ну, мы уже активно начали участвовать в подготовительных и тех мероприятиях, которые проводятся в преддверии 23 февраля. Например, мы участвовали, наши подопечные, это участник спецоперации и защитник Донбасса 2014 года, принимал участие в 61-й школе, смотря, строя песни. То есть здесь ребята, он был почетным членом жюри, и тут ребята перед ним показали, как они умеют петь и ходить. Да, и, в общем-то, очень были рады тому, что смогли, была такая возможность встретиться и пообщаться с участниками спецоперации. Инклюзивный центр особой молодежи подготовил открытки и плакаты с поздравлением как раз с Днём защитника Отечества. Другой наш ветеран, участник спецоперации, был у них, получил эти открытки, и сегодня мы передаем их в госпиталь. Также через соцкоординаторов, которые являются в том числе и волонтерами, вот в госпитале приходят туда и навещают наших бойцов раненых. Кроме того, естественно, все наши подопечные будут приглашены и приглашаются на торжественные мероприятия и праздничные концерты, которые проходят в городе. А 24 февраля мы планируем провести торжественный митинг «Свеча памяти», посвященный началу спецоперации и павшим защитникам Отечества. На самом деле, это действительно очень большая такая вот поддержка, потому что я видел участников, которые с помощью поддержки фонда попадали на спектакли. Вот Владимир Машков, который привозил, и у людей же совершенно вот в глазах прям жизнь. Мы все понимаем, какую вы серьезную работу делаете, потому как я очень много наслышана, что участники СВО достаточно сложно входят в обычную жизнь с обычными радостями человеческими. Как здорово, что вы помогаете им адаптироваться в этой жизни. Да, еще хотела сказать, что вот ровно через год, 3 апреля 2024 года, опять же указом президента, фонда были расширены полномочия, в том числе, помимо того, что мы теперь можем дополнительно оплатить электронный сертификат соцфонда для получения высокотехнологичного современного протеза и спортивного протеза, совершенно бесплатно для наших ребят. Мы также имеем право и должны мониторить удовлетворенность наших ветеранов теми услугами и мерами поддержки, которые им положены. То есть здесь большая ответственность, в том числе и фонда, и мы эту ответственность понимаем и принимаем, и, конечно же, обратная связь от наших ветеранов. Поэтому очень внимательно ко всем их запросам встречаемся, выясняем, разъясняем, помогаем. Спасибо вам огромное за большой труд. Я напомню нашим телезрителям, что у нас в гостях была Елена Анисимова, директор филиала фонда «Защитники Отечества». Вы можете поздравить наших защитников и что-то дополнить еще? Да, я хотела, безусловно, поздравить, прежде всего, наших защитников, дорогих и доблестных воинов. Мы всегда ими гордимся, и именно сегодня они являются истинным примером для нашего встающего поколения. Дорогие наши ветераны и военнослужащие, спасибо вам за вашу отвагу, самоотверженность, за то, что вы, не жалея себя, не жалея своих жизней, защищаете нас. И еще я хотела бы, как жена офицера, как мать офицера, я хочу поздравить наших дорогих женщин. Женщин, которые своей любовью вас оберегают, своей верой вас спасают. Дорогие женщины, терпение вам. И много-много внутри любви. И любви. Спасибо вам огромное. Да, желаем успехов. А далее посмотрим новые видеооткрытки, которые мы получаем из разных регионов нашей страны с поздравлениями в честь десятилетий событий русской весны. От всей Москвы хочу поздравить севастопольцам с десятилетием русской весны. Счастья, мира, добра, успехов и удачи. Всего самого хорошего. Здравствуйте. Вся Самарская область от души поздравляет севастополем с десятилетием русской весны. Желаем процветания, успехов всем жителям и хорошего настроения. От всей Курской области хочу поздравить севастопольцев с десятилетием русской весны. Счастья, здоровья и прежде всего процветания вашему региону. Обязательно будем приезжать к вам на ваши курорты. Республика Крым поздравляет севастопольцев с праздником десятилетия русской весны. Процветания в составе Российской Федерации. Уважаемые севастопольцы, в честь десятилетия русской весны мы Ленинградский регион поздравляем всех жителей с этим замечательным событием. Желаем счастья, здоровья, процветания и успехов. Ура! Поздравляем город Севастополь с десятилетием русской весны. От города-героя Санкт-Петербург. Желаем счастья, крепкого здоровья, успехов, удачи и благополучия. От жителей Республики Коми поздравляем севастопольцев с десятилетием русской весны. И желаем добра, мира и благополучия. Все время было интересно, а вот люди, которые родились в этот день, ну то есть у них сегодня день рождения 23-го числа. Как же они? Что же у них с подарками? А что ты имеешь в виду? Это вот как, например, если день рождения 31-го декабря, и что дарить? Я-то просто знаю по себе. И в честь Нового года, и в честь Дня рождения, получается, можно дарить не два разных подарка, а получается сэкономить и подарить один подарок. Вот зачем тебе эта глупая мысль сейчас пришла на ум? Узнаем, кто из знаменитых личностей попал в похожую ситуацию, родившись сегодня 23-го февраля. Они родились в этот день. В этот день, 23 февраля 1878 года, родился российский и советский художник-авангардист Казимир Северинович Малевич. Он появился на свет в Киеве в семье известного Сахаровара. Рисовать начал еще в детстве. Из воспоминаний художника известно, что его вдохновляли живописная природа и колорит сельской местности. Отец не поддерживал увлечения Казимиры, хотел, чтобы сын продолжал дело семьи и отдал его в агрономическое училище. Мать, напротив, поощряла стремление сына к искусству и покупала ему краски. Позже 17-летний Малевич поступил в Киевскую рисовальную школу художника Николая Мурашко. Первую картину в технике масляной живописи он написал в 1894 году. В 1905 году Малевич уехал в Москву. Он дважды пытался поступить в Московское училище живописи, но его не зачислили на курс. Спустя пять лет началась полоса признания Малевича. Он принял участие в большом количестве московских выставок, экспонировался в Мюнхенской галерее. В 1913 году Казимир стал сценографом оперы «Победа над солнцем». Именно во время создания декораций к этому представлению к нему пришла идея черного квадрата, ставшего самым известным творением художника. В 1919 году в Москве открылась первая персональная выставка Малевича. Помимо художественной деятельности Казимир также занимался написанием теоретико-философских трудов, манифестов и брошюр на тему искусства. В 1922 году Малевич переехал в Петроград. Через год в Москве состоялась его вторая персональная выставка. В последующие годы художник занимался преподаванием и принимал участие во многих европейских выставках. В 1933 году тяжело заболел, а в 1935 скончался, оставив после себя богатое культурное наследие, которое до сих пор сбивает с толку многих критиков и искусствоведов. За 10 лет в родной гавани Севастополь и Крым сильно преобразились. Построены новые дороги, школы, детские сады, больницы, электростанции, аэропорт, Крымский мост и другие объекты. Наш город-герой стал светлее. Много новых современных фонарей. Помню, как еще вот 5 лет назад приходилось пробираться домой буквально с фонариком. Перемен действительно очень и очень много. Так вот, наши коллеги решили спросить у севастопольцев об их впечатлениях. Как изменился Севастополь, наш любимый, за эти 10 лет? Смотрим. Мы ждали, и севастопольцы все ждали этого момента возвращения, как говорят, в родную гавань. Много сделано в городе, дороги, скверы, детсады, школы отремонтированы, построены новые. Очень изменилось в Казачьей бухте. Там много чего они сделали. Малахов курган привели в порядок. Там сейчас, по-моему, даже реставрируют памятник Татлебину. Строится, что-то меняется, то есть дороги, во-первых, очень шикарные. Поэтому все развивается, и это прекрасно. Надеюсь, так и будет дальше. Много изменений произошло. Все хорошо. Город красивый, растет, развивается. Севастопольцу жизнь была русским городом. И 14-й год, и до того он был русским, есть и остался, и всегда будет им. Потому что мы, севастопольцы, знаем, любим и гордимся своим городом. Все фундаментально. Дороги делают. Все делают, но отзывы только положительные. То, что происходит в городе. Ну да, я присоединяюсь. Город значительно изменился. Мне кажется, краше стал, и люди как-то стали более открыты. Я работаю в инфекционной больнице, и на нашей территории в ковид строился модуль. И были большие изменения там, и лаборатории, и реанимации. Все настолько продвигалось, все настолько развивалось. Спасибо нашему главному врачу. Поэтому здравоохранение однозначно все меняется. Очень хорошо, я очень рада, я счастлива, что я живу в родном городе. Спасибо за Севастополь. Мы гордимся. Спасибо за Севастополь, спасибо за Крым, спасибо Владимиру Владимировичу Путину, нашему президенту. Скоро будет 10 лет, как Крым пришел обратно в свою гавань. И спасибо вам большое за референдум, за то, что вы проголосовали за обратное вхождение в состав России. Аж, знаете, вот слезы на глазах. Спасибо большое. Очень празднично и даже по-музыкальному встретили утро 23 февраля. Я еще до сих пор пою внутри себя. В студии для вас работали Дориника Джагирей и Михаил Паутов. Хорошего вам дня. Конечно же, быстренько завершить эту пятницу и устроить грандиозный, грандиозный праздник своим мужчинам. Еще раз с праздником!